Эфир нашего телеканала продолжает проект Добрый день на седьмом. Меня зовут Анна Грынев. Говорим сегодня о, наверное, самом громком музыкальном событии региона. Это Пивденьфест. И, собственно, сегодня разберемся, почему в Одесской области так редко проходят такие большие фестивали и с какими трудностями сталкиваются организаторы. Я готова их представить, собственно. Это Мария Питкапка и Алена Тамчук. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Ну, вначале хочу, чтобы вы в двух словах рассказали вообще, что такое Пивденьфест. Имеет ли оно отношение к Заходу, да, из такой известного фестиваля на Западной Украине. Это музыкальный Open Air фестиваль, который пройдет 15-18 июля. Три дня, три сцены на территории аэродрома Гидропорт. Да, это формат, который схож с Захидфестом, с Fine Mist в Тернополе. То есть в Украине существует порядка 7-8 фестивалей, которые направлены непосредственно на развитие, продвижение музыкальной культуры. Относительно того, что это собой представляет, музыкальная программа начинается ближе к вечеру, соответственно, днем у нас есть возможность привлекать туристов морем, экскурсиями по городу, допустим, там, какими-то другими развлекательными программами непосредственно на территории фестиваля. Плюс аэродром Гидропорт позволяет проводить какие-то развлекаловки, типа, там, прыгнуть с парашютом и так далее. То есть это... Какой лайнап? Кто выступает в этом году? Хедлайнеры этого года это немцы We Butter The Bread With Butter, это Калибан и венгры Эктоморф. Это хедлайнеры Black Stage, ну, то есть у нас три сцены, они связаны с тем, какие есть форматы музыки. Мы убрали Main Stage, которая есть на всех фестивалях, потому что, ведя переговоры с артистами... Main Stage это главная сцена, да? Да, и все начинают... Просто вот мы хотим на Main Stage, хотя по факту получается, что, ну, лайнап второсортный, да, на других сценах. Нам это не было пригодно, поэтому мы сделали формат следующий. Black Stage это тяж, White Stage это инди-лайтовая музыка, да, и Green Stage это все, что не дотягивает ни до Black, ни до White. Поэтому на White Stage хедлайнерами будут восьмой, и I'm Waiting For You Last Summer с Россией, и, соответственно, наши украинские Vivian Mort, которые просто взрывают своей мелодичностью и безумно лиричны, да. Но это уже не первый фестиваль Pivoting Fest в прошлом году вы проводили, да, первый раз. Не все удалось, знаем, почему так случилось. Я так понимаю, вы только один день, да, провели тогда Pivoting Fest? Один день. Проблема была в том, что наши технические подрядчики гарантировали то, что монтаж сцены произойдет максимум за 10 часов, даже если мы попросим ставить сцену на воде, да, уже говорим, столько времени прошло, мы сейчас можем об этом говорить со спокойными лицами. Сцену не могли поставить больше 18 часов, при том, что площадка была идеальная, то есть это площадка, на которой должны были вести строительные работы, да. Соответственно, это ровная площадка, на которой не должно было составить труда обмонтировать сцену. Однако сцену монтировали так, что часть групп, которые рассчитали свое время выступления, там, допустим, с 4 часов, они должны были уже ехать в другой город. Они просто уехали. И в силу того, что концерт начался не в 3, а в 9 вечера, насколько мне, честно, смутно помню те дни, тот день точнее, хедлайнеры исполнили 5 песен. Соответственно, проблемы возникли, все это повлекло с собой то, что мы оплатили полные гонорары группе, которые там, хедлайнер, они исполнили 5 песен. Мы моментально вышли в минус, и плюс ко всему, то есть это все повлекло за собой то, что концерт длился до 4 утра, вместо того, чтобы закончить программу максимум в 12. А там был жилой район, это же место. То есть рядом был жилой район, да, это повлекло очень много за собой проблем, а мы на самом, ну, мы поняли, что проводить ближе к Одессе нет возможности, соответственно, ну, с логистикой, да, возникают проблемы с логистикой, если проводить это далеко за городом. Ну, вот смотрите, у нас такие возникают проблемы, да, с организацией фестивалей, есть ли кто-то в городе, кто поддерживает эти фестивали, либо это, ну, какие-то инвесторы, либо это, там, городская власть. У нас прекрасный вопрос, бились куда только могли, да, поддержки не было. Изначально фестиваль был коммерческим проектом, да, то есть мы там посчитали, что на такое-то количество человек мы выйдем там в ноль, да, с учетом того, что были готовы как-то собственными силами, ну, те, кто способны, да, это все покрыть, то есть кто как зарабатывает. Ну, наша команда работает за идею, принято считать, что организаторы подобных мероприятий срывают бешеные деньги с этого всего, ничего подобного. А фестивали очень редко бывают прибыльными подобного рода, то есть это делается больше для того, чтобы порадовать людей. В Одессе, ну, ни локальные бизнесы, ни власть так особенно не рвалась помочь. Не будем, да, говорю, там, вникать в подробности, потому что мне кажется, что сейчас это не самый принцип. В общем, ситуация понятна. Алена, вы как считаете, насколько важно проводить вот такие масштабные фестивали в Одессе? Потому что, скажем откровенно, наш город очень проигрывает, да, по таким фестивалям и мероприятиям по сравнению с той же Западной Украиной. Такие мероприятия нужно проводить, это в любом случае, поскольку мы, организаторы, уже объездили полуукраину на данных фестивалях, и мы увидели уровень молодежи, которая знает, что такое, что значит это мероприятие, как они себя ведут. То есть Одесса — это шикарный город, который может развиться во всех сферах деятельности. И музыкальная индустрия — это немаловажно, потому что у нас есть известные мероприятия, это Одесский кинофестиваль, это «Хочу в Одессу». Но именно такого масштабного музыкального фестиваля у нас в Одессе нет. И в любом случае Одесса — это морской город, и это не только привлечение туристов к нам, это возможность приехать на море отдохнуть со своими друзьями, со своей компанией, и одновременно развлекаться на... Послушать музыку. Но тем не менее я знаю, что помимо того, что вообще это мероприятие объединяет молодежь со всей Украины, там выступают украинские группы, молодые. То есть это хороший шанс себя проявить. Кто в этом году из украинских молодых начинающих групп будет выступать на ваших сценах? Мы проводили отбор, то есть нам приходили заявки от молодых исполнителей. Обычно это происходит только на других фестивалях, как мы наблюдали. Это сетевой маркетинг, то есть там начинается голосование, кто-то накручивает себе голоса. В любом случае организаторы выбирают сами, но они себе набивают аудиторию, на самом деле это мертвая аудитория в том ключе, что друзья проголосуйте, друзья голосуют, и они потом забывают вообще о сообществе фестиваля. Мы не проводили никаких отборов, мы решили, мы просто хотели дать шанс. Было очень много споров, некоторые говорили, вот мы более классные, ребят, мы понимаем. Но есть вот те группы, которые мы... Вот есть группа Шана, например, ребята в этом году вообще так просто взорвали, они попали на Ю-парк. Это очень круто, мы гордимся, что наши участники... То есть мы не знали, что они будут на Ю-парке тогда, когда мы отобрали. Мы отбирали сугубо с нашими координаторами сцен, отбирали участников непосредственно по качеству исполнения. Потому что я, например, еще параллельно являюсь менеджером одной украинской группы, ТОБИ, они одесситы украиноязычные. Ребятах мало кто знает. У них замечательная музыка, но ребята... Нужно работать над тем, чтобы их прорекламировать. Самое тяжелое, это у тебя есть хороший продукт, но тебе еще нужно уметь его преподнести людям. И, ну, как всегда, это, опять-таки, финансовые затраты. Наверное, больше... Самая большая проблема в Украине для музыкантов, это финансы, которые нужно вкладывать. Потому что цены на записи, на видеоклипы, на концерты, чтобы поехать, у нас такие же, как в европейских государствах. Но зарплаты у нас абсолютно... Возврат другой. И получается, что ты вкладываешь свои деньги, но ты потом... Не факт, что тебе это сразу окупится. То есть тут вопрос в том, что очень тяжело просто окупиться, и не все могут это сделать, даже при том, что у них потрясающая музыка, и они очень талантливые. Ну, это вообще проблема в общем продвижении украинской музыки, даже если она качественная. Ну, и последний вопрос, наверное, самый интересный. Цена билетов на Пивденьфест. Цена билета, но 0.0, да? Сначала ставили... Стоимость была... Ну, мы вообще планировали цену не повышать выше, там, 450 гривен в день концерта. А потом решили, что мы смотрели статистику покупки билетов. Киев, Львов, люди с Беларуси собираются ехать. Потому что там знают, что такое фестиваль. В Одессе они очень хорошо знают. Они привыкли к этому. И одесситов, ну, 25% из всего. Конечно. Мы решили как-то это... Ну, думаем, мы же проводим в Одессе, нужно, чтобы одесситы приехали. А давайте сделаем бесплатно. На самом деле конверсия выросла в энное количество раз. Одесситов, к сожалению, почти не прибавилось. Я не знаю, что нужно делать с одесситами, чтобы они... Ну, вам ехать час на тот фестиваль. Проводить чаще, проводить, чтобы люди знали, что это такое. Как говорила одна группа из наших исполнителей, Screaming, это ковер-бэнд Медна Металлику. Они написали у себя, ребята, кто не понял, фест бесплатный. Взял плавки и поехал. Все. То есть, все равно как-то... Ну, то есть, к нам очень много людей едут из Польши. В этом году в туре Калибана нет ни одного города в Польше. Едут ради Калибана. Белорусы, например, у них Калибаны в этом году выступают, но билет на концерт таков, что им дешевле приехать в Украину и поехать обратно, и жить здесь, чем покупать просто билет на сольный концерт. Поэтому едут люди с Ростова, едут люди с Новосибирска. Это настолько приятно. Ну и, скажем так, если уже брать так сентиментальную составляющую организации, ни один проданный билет, сотня тысячи проданных билетов несравнимо с тем, когда тебе в личные сообщения в соцсетях приходит что-то типа, спасибо, ребята, за то, что вы делаете, мы держим за вас руки, или кто-то тебя потом встречает, вау, вы же организация, и хотят обнять. То есть, ну, это несоизмеримо на самом деле. Мы не ставим цель заработать денег, да, нам тяжело финансово, чтобы это все состоялось на годном уровне, да, но оно стоит того, чтобы делать это. Ну, это первый проект, который является некоммерческим, и мы надеемся, что нам удастся его развить. Ну, я тоже очень надеюсь, потому что дело очень хорошее, и я вам советую поднимать эти вопросы, потому что мне очень обидно, что в Одессе не проводят такие фестивали, они должны быть, потому что это уровень нашей культуры, мы должны уметь красиво отдыхать, мы должны уметь слушать свою музыку, поэтому давайте стучаться вместе, мы вам будем помогать, приходите почаще. Спасибо вам большое. И хочу напомнить нашим зрителям, что с нами были организаторы Пивденьфеста, который состоится совсем скоро. Это была программа «Добрый день» на седьмом, оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...